Особое мнение на 101FM Задать этот вопрос, он будет мной озвучен Вот, к примеру, интересуется гость без имени А у власти, что с ценами на бензин Сколько можно терпеть Что за издевательство над народом В конце концов Я знаю, вы тоже автомобилист Хотелось бы сказать Хотелось бы сказать Автор вопроса плюс один А у власти, что с ценами на бензин И так далее Конечно же, мы не устанавливаем тарифы К сожалению, мы даже Какие-то лимиты не можем установить Ограничение по росту цен На тот же бензин Допустим, на дизельное топливо Вы имеете ввиду депутатский корпус И более того, Государственная Дума Не может вот так вот установить этот тариф Это прерогатива правительства Антимонопольщиков И вот те нормы по увеличению тарифа Не более чем Два раза вроде бы как выдерживаются Но то, что сейчас В том числе в вашем, по-моему, эфире Говорил господин Киселев Движение нефтепродуктов Да, это в понедельник было Он пообещал цену на 92-го В следующий понедельник уже 47-е И 50-е уже не загорали Ни в какие ворота И когда после этого слышишь про инфляцию В 4-е процента Хочется не смеяться уже, а плакать Поэтому абсолютно разделяю негодование Автора вопроса Что с этим делать? Ну, не знаю, наверное, переработчикам Добытчикам нефтепродуктов Нужно умерить аппетиты А правительство Они же частные структуры Они коммерческие компании Конечно же, конечно же Вопрос уровня федерации Который, к сожалению, на месте мы решить не можем Но Когда-то, помните, был психологический барьер в 40 рублей Это давно он был в 20 рублей И вот сейчас, мне кажется, он уже под 50 рублей И все мысленно готовятся к этому И только когда это будет в следующем году Или через год Ну, хрен редкий, не слаще Рано или поздно это наступит Особой роли-то, наверное, не играет Вопросы к правительству А исполнительная власть в регионе? Губернатор? Потому что часто вижу сообщения в соцсетях Мол, глава региона, очнись Он тоже не может повлиять, на ваш взгляд? Ну, он же не может, допустим, заправщикам Приказать торговать ниже себестоимости Да, это приведет к одному У нас просто на заправках не будет бензина вообще Ну, логично Если вы покупаете что-то там за 3 рубля А продаете за 2,50 Долго это продолжаться не может К монополистам вопросы Безусловно, у нас отрасль и добычи, и переработки монополизирована Почему-то у нас нефтеперерабатывающие заводы Вдруг по весне встают все на ремонты Пассивная На аграриях можно зарабатывать Им дают бюджетные кредиты Им дают субсидии Их, кстати, меньше, чем они просят По размеру Наверное, нефтяники хотят заработать на этом И сразу поднимают цены на дизельное топливо, на бензин Страдают все Причем без разницы, есть у вас автомобиль или его нет Потому что в магазин за хлебом вы все равно пойдете Ну и к вопросу, опять же, об инфляции Ну народ беспокоит, меня тоже беспокоит В том числе и то, что бензин у нас в Кировской области Самый дорогой в Приволжском федеральном округе По данным Росстата По стоимости диз топлива нас опережает только Пермь Мы на первом месте Да, и скорее можно им верить Потому что я вот тут прокатился до Москвы И действительно в Нижнем, допустим, заправляться дешевле Пускай незначительно, но дешевле Конечно же, еще и зависит от заправщиков Смотря где заправляться Почему в Кирове такой рост цен Ну, наверное, опять же, нужно посмотреть по игрокам на рынке Кто у нас есть Есть Лукоил, есть Движение Движение при этом покупает у Лукоила Вопросы к Лукоилу и к антимонопольщикам Видят они здесь какие-то нарушения закона Или не видят Если все согласно нормативу Здесь, опять же, мы смотрим на стартовые параметры То есть, когда определяются правила игры Стартовые позиции, допустим, цен на Кирове На Кировский бензин, на бензин в Кирове Они выше И вот там возможное повышение раз в год, к примеру, на 10% Приводит к тому, что мы всегда будем впереди Поэтому здесь подвоха, наверное, искать не стоит Но в целом над ценами на бензин Правительству Российской Федерации, безусловно, стоит поработать Тем более, если мы хотим как-то подстегивать рост внутреннего товарооборота Производства внутреннего Конечно же, учитывать должны, что бензин у нас дороже, чем в других странах Против которых мы вводим санкции Стоить не должен Очевидная вещь А президент Владимир Путин может как-то в сторону нефтяников? А ей сказать, ребята, что-то вы погнали слишком быстро Ну вот сейчас он вступил в очередной президентский срок И мы все надеемся, что может и сделает Но многие эксперты, кстати, говорили о том, что пройдут выборы в марте 2018 года И тогда мы посмотрим рост горючего Увидим его и вот он произошел Мы только по горючему эксперты говорили Мы и по пенсионному возрасту ждем с нетерпением Эксперты будут правы или не правы Все-таки будет повышаться или не будет С нетерпением, чтобы понять все опасения снять Допустим, роста не будет, все выдохнули счастливо Живем дальше, работаем, ждем пенсию Если рост пенсионного возраста произойдет Ну тогда эксперты были правы, к сожалению Еще один вопрос от Дмитрия с нашего сайта хакирова.ру Он, видимо, следит за декларационными кампаниями Когда чиновники, депутаты отчитываются о своих доходах За прошлый год Вы тоже, кстати, недавно подавали эти сведения Пишет Дмитрий Это, конечно, хорошо, что народ знает о доходах чиновников и депутатов Но не кажется ли вам, что информация о многомиллионных прибылях этих людей И озлобляет обывателей Да, есть предложение заставить отчитываться и о расходах Но пусть лучше отчитываются о том, сколько потратили из своего кармана На те или иные добрые дела Строительство детсадов, спортплощадок, оборудование для инвалидов Вещей для малообеспеченных и так далее Предлагаю сделать эти расходы для депутатов и чиновников обязательными Я бы, знаете... Вот озлобляет или не озлобляет? Давайте с первой части начнем Ну, кого-то озлобляет, кого-то не озлобляет В зависимости от человека, в зависимости от того, какой у него доход Если, условно говоря, вы кому-то скажете Хочешь ли ты стать миллиардером? Он вдруг может ответить вам Нет, потому что у меня триллион долларов на счете Ну, пример, да Поэтому все зависит от человека Я бы по-другому ставил вопрос Депутаты, подчеркну, в большинстве своем По крайней мере, в ЗАГС Собрании Это люди, которые работают на неосвобожденной основе То есть они занимаются своей профессиональной деятельностью Где-то успешно, где-то не очень И, соответственно, зарабатывают какие-то деньги Относится это впрямую или косвенно к тому, что они вот еще и депутаты или нет Но на совести каждого депутата В конце концов, кто-то из депутатов мог зайти в ЗАГС Собрание Будучи там обладателем куда большего состояния Чем на момент, когда он ЗАГС Собрание покидает Такое тоже бывает Я хотел бы не об этом говорить На самом деле важно, что человек, который пришел и занял место депутата Выполняет свои обязанности Вот, наверное, населению, наверное, избирателям будет куда полезнее знать Как депутат голосовал по тем или иным вопросам Вот, допустим, там, дети войны Дети войны спрашивают Обязательно, да, поговорим Мне буквально вчера звонила женщина Не буду называть фамилии, наверное, некорректно Которой 80 лет И она спросила, вот, как ты голосовал по этому вопросу Она как раз попадает в категорию Абсолютно, да И вот как раз там я ответил Более того, считаю правильным, чтобы депутаты в обязательном порядке Выезжали к избирателю, как минимум в том округе, где они избирались Или который за ними закреплен И отчитывались, рассказывали по каждому вопросу Давали пояснение, почему он голосовал за этот законопроект Таким образом, а за другой Другим образом Это вообще, в конце концов, можно сделать публичным Почему бы вместе с информацией о доходах Каждый раз не публиковать результаты голосования на пленарном заседании И сделать это, допустим, обязательно по всей стране По всем уровням власти законодательной То есть от Госдумы до законодательного собрания Кстати, на сайте Госдумы каждый может посмотреть Кто из депутатов, как голосовал, по какому законопроекту Да, да Почему бы нам не быть открытыми и не устроить вот такую историю Выезжать с отчетами раз в год перед избирателями, отчитываться Тогда сложнее будет молча нажать кнопку И подумать, что, ну, наверное, там Сейчас совесть молчит Значит, могу себе позволить вот так проголосовать Совесть, может, сейчас промолчала А избирателю нужно будет потом отчитаться И доходы здесь, на самом деле, не будут причиной Будут, скорее, вот как я и говорил в начале, следствием То есть если человек хорошо поработал Если его совесть чиста, да и молодец, заработал Ты там 5, 10, 100 миллионов Значит, хорошо трудился То есть обязательные траты, по мнению, что предлагает Дмитрий По вашему мнению, они не слишком-то тут уместны Я не вижу здесь в то же время ничего критичного Кроме шуток, отчеты вот эти Отнимают очень много времени Но если, как говорится, надо, почему бы и нет Если скрывать нечего Ну, кстати, сейчас все депутаты отчитываются О расходах, которые превышают доходы за 3 года То есть это и есть, по большому счету Каждый может в декларации это увидеть Один из элементов демократии Да, абсолютно верно Поэтому прям вот придираться к доходам Я думаю, не стоит В плане озлобления Ну, куда, наверное, больше людей озлобляет Вышеупомянутая цена на бензин А не доходы депутатов Если, условно говоря, избиратель не может себе позволить Лишние 10 литров бензина заправить А депутат может Ну, ведь это как раз вот Не может быть не к депутату И сосед, наверное, может Но вот он не депутат То есть вот вопросы в целом удовлетворенности Жизнью избирателей Жизнью людей, которые вот эти вопросы задают А не вопросы дохода депутатов, мне кажется, главенствуют Это Владимир Костин Вице-спикер законодательного собрания нашей области От фракции ЛДПР Мы сейчас сделаем небольшую паузу И скоро продолжим наш разговор Особое мнение на 101FM Подложим нашу беседу И сейчас как раз переходим К закону Закону уже, потому что он принят во втором ключевом чтении 25 апреля Я, честно говоря, запутался Потому что активно свое негодование По этому поводу высказывал руководитель КПРФ Сергей Мамаев Он называл, ну, такими жесткими словами Вот эту позицию большинства О том, что выплаты К Дню Победы не будет Этой категории И такое ощущение сложилось Что коммунисты, они прям были впереди Вот этого локомотива Они двигали этот законопроект И одновременно я вспоминал о том Что мы часто и с вами говорили на эту тему Давайте вспомним эту историю этого законопроекта Роли ЛДПР в том числе Больше года этот законопроект В первом чтении пролежал в законодательном собрании Кто подавал? Кто вносил? Тот, который сейчас принят, вносил губернатор До этого вносили и коммунисты, и ЛДПР На предложение губернатора Чем они отличались, простите? На самом деле, вот те законопроекты Которые вносились нами Которые вносились коммунистами Уже история По большому счету там предполагались И финансовая поддержка Меры финансовой поддержки Ну и естественно закрепление категории Ну ключевое, чего ждут люди Это деньги Очевидно Помочь рублем Тот законопроект Который законом стал Который стал законом Уже принят Не предполагает финансовой поддержки Для детей войны Почему так произошло? Вот этот Тогда еще законопроект Внесенный год назад Лежал, пылился Мы неоднократно призывали Ускорить Принятие закона И вынести его на обсуждение Вынести на обсуждение Проходили рабочие группы Которые не приводили к сближению Позиций В итоге Когда год минул Мы решили Ну я имею ввиду Наши фракции Фракции ЛУПР Решили Как-то процесс ускорить И понимая Что Ну так у нас Прописан регламент Что мы не можем Побудить Заксобрание К выходу К выносу Вот этого законопроекта Во второе чтение Мы Альтернативный Внесли свой И получилась ситуация В которой Ну какой-то из законопроектов По идее Должен бы Должен пройти Законом Да Коллеги К счастью К этому вопросу Действительно вернулись Ну назарел Очевидно назарел Важно было Хотя бы закрепить категорию Потому что Безусловно Есть и те люди Которые хотят Чтоб их просто Вот признали Чтоб их Помнили Допустим дети Когда вспоминают 9 мая героев войны Есть еще дети войны Которые Ну это люди Которые страну После войны Поднимали Которые Конечно им горя хватило Да В послевоенные годы Когда действительно Голодали Ели траву Это все Действительно было Им сейчас минимум 73 года Если вспоминать Ту дату Окончание войны В сентябре Сколько им было На тот момент И понимаем Что признание Это уже первый шаг Когда мы голосовали За предложенную Редакцию закона Мы говорили Что не планируем Останавливаться На том Чего уже достигли На признании Только категории Первым шагом У школи Нет у нас Вот сейчас В этом году Денег на поддержку Мы предлагали Рассмотреть Возможность Предоставления Других льгот Например У нас есть Обязанность У региона По предоставлению Древесины На личные нужды В том числе На отопление Личных хозяйств Дрова Дрова 15 кубометров В год Сейчас Ну там Базовая ставка Естественно С коэффициентом Один Мы предлагаем А давайте мы Детям войны Коэффициент Единицу Изменим на какой-то другой 0,5 Или 0 И ну вот Там может быть Чуть-чуть забегая То есть 0 это бесплатно Соответственно Конечно Да И на самом деле Там не такие будут Серьезные траты Для бюджета А вот Сам факт Получения дров Для людей Для детей войны Которые проживают В сельской местности Будет большим подспорьем Сейчас вы прекрасно знаете Сколько стоит Машина дров Мы говорили Уже об этом Неоднократно Сейчас Допустим Котельнический район 18 Это уже хорошо 20 25 Да Да Тысяч Рублей За одну машину дров Которой вам хватит Ну в лучшем случае На зиму Если привезут Действительно Хорошая дрова Действительно В том объеме В котором заявляют Так вот Немножко вперед Забегу Вот буквально Перед тем Как сейчас Прийти в вашу студию Мы с коллегами По фракции Обсуждали законопроект Который закрепляет Как раз таки Коэффициент 0 для детей Войны На получение Вот этой самой Древесины Срок внесения До завтра Рискно предположить Что мы успеем Его внести И на пленарном заседании Будем рассматривать Это в поправке Вот в принятой Во втором чтении Это или уже Да Это куда поправки Поправки в принятой В принятой уже Да Но он не действующий Пока Нет Это законопроект Который По сути Законопроектом Будет являться После того Как мы его Внесем Планируем Внести до завтра То что Закон о детях Войны 25-го Он уже вступил Он уже вступил В силу Да И мы закрепили там Категорию И предусмотрели Возможность посещения Детьми войны Поликлиник Бесплатно И этого недостаточно Еще раз говорю Мы поэтому и работаем Дальше Всех коллег Приглашали К этому вопросу Присоединиться Призывали Вспомнить Что у нас рабочая группа По данному вопросу Собрана Но с учетом того Что опять же С прошлой пленарки Прошло достаточно времени И у нас сейчас Мы уже на флажке Чтобы вносить На пленарное заседание Мая Законопроекты Мы решили Ну не дожидаясь Обсуждения Внести И уже обсуждать В рамках Работы законодательного собрания Работы комитетов Может быть Вернуться к обсуждению В рамках рабочей группы В любом случае Будет два чтения У всех депутатов Будет возможность Высказаться У тех Кому этот закон Потом реализовывать То есть у профильных Министерств Тоже будет возможность Высказаться Надеюсь Что мы тут Поддержку получим Вы подсчитывали количество Представителей данной категории Которые в сельской местности Проживают И нуждаются Действительно В бесплатных Да Вы Владимир правильно Сказали что Нижний порог По возрасту 73 На пленарном По моему Озвучилась цифра Больше 100 тысяч По области Больше 104 тысячи Детей войны Было когда этот законопроект Только поступил В законодательное собрание На момент рассмотрения По данным Опять же Профильного министерства Министерства соцразвития Таких людей Осталось 97 тысяч Возраст Почтенный Стремительно уменьшается Стремительно уменьшается Даже по ветеранам войны Можно это все наблюдать И по детям войны Уже тоже К сожалению Мы теряем Детей войны Они от нас уходят Ну Жизнь такова Да Но Дожидаться Я не знаю Каких-то там цифр Которые позволят Вписать Деньги в бюджет Ну это просто Я не знаю Цинично Поэтому вот Ждать не надо Надо сейчас идти дальше И предусматривать Новые меры соцподдержки После принятия которых Ветераны Дети войны Сказали бы нам спасибо Вот сейчас пока они Так скажем Не все говорят нам спасибо За принятый закон Значит мы где-то не доработали Нужно дальше Работу продолжать И Опять же В моем понимании Вот то что сейчас предлагается То что я озвучил Это Опять же Не последний шаг Мы должны Посмотреть И на тех детей войны Которые живут В городах У которых Нет возможности Ну нет печного отопления Да Но нет возможности Получать какую-то льготу На оплату коммунальных услуг Потому что даже Люди почтенного возраста Пускай они получают пенсию Больше чем там Средняя базовая Да Но они вынуждены Отдавать большие деньги На лекарства На Услуги ЖКХ Кто-то Вынужден нанимать Там сиделку И так далее То есть Мы понимаем Что денег Остается Не то что Немного Дай бог В минус не уйти Я так понимаю Это возможно будет Следующий шаг уже Призываю опять же Касающийся Именно городских Призываю всех Обсудить Вот этот вопрос В том числе Самих детей войны Включиться Еще раз Понимаем Что в этом году Нам уже бюджет Вряд ли удастся Пересмотреть В сторону увеличения Ну и как следствие Предусмотреть деньги На выплаты Детям войны Но Не деньгами Едиными Может быть Это будет Какая-то субсидия Может быть Еще что-то Давайте обсуждать Там собственно Не за горами Ведь очередная Круглая дата Со дня победы Да вот печально Потому что мы только По круглым датам Вспоминаем О ветеранах Детях войны Опять же Вспомню Сергея Павлиныча Вашего коллегу По ВЗС Он раскритиковал Вот эти доводы Представители Регионального правительства О том Что мы не можем Сейчас брать на себя Дополнительные Бюджетные обязательства Потому что у нас Есть соглашение С Москвой О реструктуризации Бюджетного долга Плюс Зампред Дмитрий Курдюмов Говорил о том Что мы и без того На эту категорию Тратим больше Миллиарда рублей Ну вы знаете Когда слышишь Такие аргументы Хочется конечно Цифры-то разложить По полочкам В какой форме Предоставление Бесплатных Каких-то льготных Лекарств Они туда попали Или нет Если попали Ну давайте тогда посмотрим А всем ли у нас Эти лекарства Предоставляются Ну то есть Это вот так вот Просто сказать Миллиард рублей Мы тратим Из наших там 46 По расходам Давайте обсуждать Давайте посмотрим Если там действительно 10 тысяч человек Которые сейчас Под льготы Не попали Ну как нам объясняют Очень сложно Администрировать И мы не можем Их отдельно Там как-то выделить Давайте тогда Механизм предусмотрим И объясним Всем тем Кто уже эти льготы Получает Где они эти льготы Получают Но они получают Не как дети войны Эту льготу Да и признание категории А как Возможно люди уже С ограниченными возможностями Конечно Признанные инвалидами Не отменяют Других Либо сложностей Либо заслуг То есть если это Допустим Ветеран труда Заслуженный работник Который что-то Может быть Дополнительно получает Безусловно Но Он ведь Трудился Он ведь Зарабатывал Это звание Конечно Мы сейчас Вот Принятием Закона Детях войны Говорим Спасибо всем Детям войны За то Что они В непростые годы Позволили Нашей стране Развиваться И кстати Когда там Звучат заявления О том Что им государство И так дало Бесплатную Бесплатную Медицину Образование И так далее Очень Вот лично Во мне И там В коллегах По фракции Все колокочет Потому что Еще раз говорю Это вас не успокоит В школу Да Может быть Ходили бесплатно Безусловно Получили качественное Образование Но ходили в чем И ходили за сколько Километров Наверняка Босиком Еще раз говорю И голодные И вынуждены Были работать Многие Да Жизнь Каждого Ребенка Войны Складывалась По разному Мы понимаем Но пытаться Сказать Что там были Так скажем Те кто не сильно И старался В конце концов Везде Такие люди Есть Но мы Давайте сейчас Мерить будем Не по Самому Плохому А в целом Потому что Чего люди добились То есть по среднему Средний Ребенок Войны Сделал Наше государство Там Космические корабли Отправила Человек В космос Запустила Первая И в конце концов Такую промышленность Нам оставила Которую до сих пор Мы развалить не можем Вот Давайте им за это Спасибо скажем В общем Дети войны Я понимаю Для фракции ЛДПР Это В общем Та тема Которая Будет Принципиальная Звучать и подниматься Принципиальная тема В ближайшее время В ближайшие годы Еще раз Потому что Мы-то все-таки С отчетом К избирателю Приезжаем И когда На каждой встрече Звучит вопрос О детях войны Ну Все равно Что-то нужно сделать Потому что Избиратель От тебя ждет Не сделаешь Значит Ну наверное Заря пришел Закс в Иране Вот Первый шаг Сделан Слава Богу И спасибо Губернатору Тоже за принципиальность Что он все-таки Там Во второе чтение Этот законопроект Вынес Что депутаты Поддержали Вот сейчас Нужно сделать Все оставшиеся шаги То есть Предусмотреть Меры социальной поддержки Чтобы ветераны Тоже увидели Наши к ним отношения И за что-то Может быть Сказали спасибо Владимир Костин Напоминаю Со своим особым мнением Сегодня в нашей студии Вице-спикер ОЗС Руководитель фракции ЛДПР В нашем региональном парламенте У нас близится Время рекламы Мы вернемся после нее Особое мнение На 101FM Владимир Давайте еще один Законопроект Вспомним Законопроект ЛДПР Я имею ввиду Это спецсчет По капремонту Вы как раз Инициировали Чтобы переход На спецсчет Был уменьшен С года до двух месяцев И коллеги Вас не поддержали Не прошел Не прошло Законопроект Или не так Давайте расскажем Да Изначально Коллега Депутат Сыкчина Ольга Валерьевна Вносила у нас Эту инициативу Безусловно Фракция ЛДПР Поддерживает Расчет на то Что у нас Многоквартирные дома Возьмут управление Своими деньгами В руки И будут сами Производить капитальный ремонт Потому что Претензии к фонду Мы их озвучивали Давно Это отдельная тема Такая больная Они никуда не ушли Да И мы предлагаем Все-таки упростить процедуру Вот как раз таки Курирующее министерство Упирается Не хотят отпускать дома Свободное плавание Прикрываются Краткосрочной программой Больше года Почти полтора Мы за это бьемся И вот сейчас Вроде бы как Достигнуто Компромиссное решение Согласно которому Чтобы Не подвергать Так скажем Угрозам Краткосрочную программу Которая существует Сейчас По капитальному ремонту Предлагается Установить Срок перехода Шесть месяцев И Эта норма Будет действовать С двадцатого года Да То есть мы Сейчас завершим Краткосрочную программу Которая утверждена Министерством И Выйдем на Вот новый формат Вроде бы Сейчас все поддерживают Хотя здесь тоже Что называется Не зарекайся По Предыдущему Пленарному заседанию Мы были уверены Что вот в той редакции Которая есть Без Отлагательства На Двадцатый год Мы Примем этот закон Причем на комитетах Была поддержка Идея Да Причем на комитете На профильном комитете По промышленности За одним Воздержавшимся Все Депутаты Проголосовали За А вот уже На пленарном заседании Менее чем Через сутки Многие из этих Депутатов Уже Не поддержали Инициативу Ну и видимо Вы на это Откликнулись Заявив Что Заксобрание Наше Несамостоятельное Ничего не путаю Все правильно Говорите Заксобрание У нас Перестает быть Отдельной ветвью Власти Да Я Как говорил об этом Так и продолжаю И для того Поясните пожалуйста Ну у нас есть председатель У нас есть председатель Вот когда мы обсуждали Законопроект о детях войны Я сказал что мы не можем повлиять на Вынесение законопроекта во второе чтение В первом мы его внесли Допустим Заксобрание приняло А на второе мы его не выносим Это прерогатива Руководящих органов Заксобрания Под которыми Понимается председатель В первую очередь Сколько бы мы там Не спорили фракционно Сколько бы там Замы не убеждали Председатель решает Формирует повестку Поэтому Здесь такая же история Вопрос просто В повестку не попадает Крайне странно Голосуется Нам говорят что Это все по регламенту Ну имеем что имеем В итоге там Те же депутаты Еще раз Которые вчера Голосовали за И слова в поддержку Говорили Вынуждены на следующем Вернее На следующем На следующий день Говорить обратно А с глазу на глаз Удалось Переговорить с коллегами И задать вопрос Прямо посмотреть в глаза И спросить Что случилось коллега Вы вчера были вроде За А сегодня Иначе проголосовали Вот то что было сказано В эфире одной из телекомпаний Было сказано После проговора С глазу на глаз То есть это не какой-то там Не знаю Порыв Который вырвался В рамках телеэфира Это было сказано Безусловно в лицо И каждый сделал Наверное Определенные выводы Каждый раз хочется верить Что мы От этого отойдем Вот сейчас тоже есть надежда Что мы друг друга поняли И услышали Но уверенности в этом нет Двадцатый год Не ранее Двадцатый год Там по процедуре Это как будет В девятнадцатом году Это будет еще раз Выноситься Или что Или как Нет Уже все Закон принят И просто он начнет действовать С двадцатого года Принят Будет принят Будет принят Будет принят Мы живем надеждой До полугода Срок перехода Будет сокращен До полугода С нынешних Двенадцати месяцев С года Хорошо Время бежит Остается все меньше И меньше Не знаю даже Как Комментировать слухи Я понимаю Что это не хорошо Но пока Это информация Именно на уровне слухов Каких-то догадок Предположений Мы уже говорили Об этом в нашем эфире Я имею ввиду Судьбу В ближайшем будущем Главы региона Игоря Васильева Как известно Сейчас формируется Правительство Российской Федерации 7 мая была Инаугурация Владимира Путина Накануне 15 числа По-моему Они встречались С Медведевым Медведев ему Представил Собственно Предложение По составу Кабинета Министров Пока это не озвучивается По структуре Насколько я знаю Медведев Представил Предложение По структуре И вот Насколько известно Из средств массовой информации Сегодня Премьер должен Президенту Разложить персонально Кто за что Будет отвечать В каких министерствах Ну и вот В связи с этим Речь идет о том Что Возможно Пока мы говорим Что возможно Действующий губернатор Кировской области Вернется на работу Федеральный центр Вот Хотелось бы Чтобы вы все-таки Свои соображения Подобные рассуждения Были И по предыдущему Губернатору Которого мы Тоже Слышали Куда только не отправляли В какие министерства И ведомства И в Роскосмос Даже Но Никита Юрьевич Вот работал Игорь Владимирович Наверное Более осведомленный Правильный вопрос Задать ему Если было что Комментировать Наверное Он бы откомментировал Эту ситуацию Исключать Совсем Подобный сценарий Я бы не стал Все-таки Губернатор Долгое время Работал В Москве В крупном ведомстве И Опыт Работы Есть При формировании Кабинета Наверняка Многие фамилии Вспоминаются Да Будет ли какое-то Предложение Будет ли оно Принято Нам неведомо Есть ли такая вероятность Как мне кажется Есть Насколько она велика Судить не могу Есть вероятность Что кирпич С крыши Выпадет Но вот Вряд ли это случится Ну Знаете Грамотный Специалист Политик Профессиональный Он всегда должен Просчитывать Всевозможные варианты В том числе Этот вариант Я сейчас имею ввиду Вот давайте Представим ситуацию Что у нас ИО возникает Что у нас Выборы будут назначены И вот Сейчас на примере ЛДПР Придется же суетиться Интересно было бы Поучаствовать В обнечередных Выборах Губернаторских ЛДПР Даже Не Глядя на ЛДПР Ответил бы На этот вопрос А глядя на Избирателей Устал избиратель У нас уже Губернаторских Компаний В 14-м году Мы выбирали Губернатора В 16-м В 17-м году Мы выбирали Губернатора Если мы сейчас В 18-м или В 19-м году Будем выбирать Губернатора За один Губернаторский Срок Пройти Три выборных Компании Наверное Регион С трудом Это переживет Потому что Выборная Работа Для Какого-то Действующего Допустим Исполняющего Обязанности Она Сильно Бьет по Стратегическим Вопросам Тактически Они решаются Мы видим Строящиеся Дороги Мы видим То Что можно Вот здесь и сейчас Сделать Чтоб избиратель Сказал Стало лучше А вот Стратегические Вопросы При этом Пробуксовывают Потому что Если мы Играем В долгую То вот Перед выборами Смысла нет Потому что Избиратель скажет А вот что-то Дороги В этом году Не так хорошо Сделали А может быть В это время Маленький Участок Дороги Маленький Относительно Всей потребности Был капитально Отремонтирован Но мы же Не будем Понимать Что он Пролежит 5 А может 10 лет Мы будем Понимать Что оставшиеся Участки Дороги Отремонтированы Плохо Например Самый простой Например Который может Сплыть Поэтому Упаси Господь Кировская область От очередных Губернаторских Выборов Внеочередных Очередных Внеочередных Получится Поэтому Всяко может быть Но мы все-таки Рассчитываем Что Следующие Губернаторские Выборы Будут Очередными Очередными То есть Соответственно Через 5 лет Да Получается Пара минут Остается И я хочу Сейчас Повести речь О городских делах Накануне У нас большой эфир Был с участием Главы Кировской Администрации Ильи Шульгина В частности Он сказал о том Что основной Сейчас своей задачей Видит Формирование Сильной команды Которая И поможет ему Решать Городские проблемы Далее цитата Кто хочет Берет лопату Встает рядом И копает Желающие Находятся И даже приезжают Из более крупных городов Вот как раз Сейчас хочу Поинтересоваться У вас У нас буквально За последние Несколько дней Прибавление Существенное В городской администрации В частности Наталья Емельянова Из Казани Которая имеет опыт работы Как в муниципальных И коммерческих структурах Возглавила правую Департамент администрации Нашего города Антон Карпинский Карпинский Простите Который Привыкаем пока Который работал И в Москве И в Нижнем И в Новгороде В Нижнем Новгороде И в Сочи Теперь занимает Пост заместителя Шульгина По инвестициям И наконец Александр Орехов Тоже из Московской области Он стал Заместителем Департамента Городского хозяйства Это новая структура Созданная После слияния Управления Богоустройства И транспорта И Дирекции Дорожного хозяйства Вот новые люди Шульгин формирует команду Очевидно Делает это под себя Плохо это или хорошо Под себя Это вы Судите По географии Приглашенных Откуда пригласили В том числе В том числе Ну конечно же Глава Любой Структуры Должен Ориентироваться На то Как ему комфортно Работать У него есть цели В рамках этих целей Есть задачи Нужно их достигать Какими способами Ну в том числе Первое Привлечением Людей В свою команду Либо там Сразу он пришел с командой Либо посмотрел на местности Определил с кем может работать Вот сейчас Становится понятным Что С теми Кто работал до Невой Работать сложно И откровенно говоря К работе предыдущей команды Которая у нас 10 лет Городом Руководила Вопросы Есть До сих пор Причем они звучат Да И наверное Этим обусловлено Привлечение Людей со стороны Наверное И неплохо Да Вот с этой позиции Другое дело А есть ли у нас Люди Которые могли бы Находясь в тени Вот все эти 10 лет Прийти в новую команду И эффективно работать Могли бы Наши местные Которые Я понимаю Что Когда звучит Вот там Слово уже заезженное Варяги Вот не местные Все это конечно же Ерунда Когда человек Проникся душой Когда вот он Пришил Что После него Должно быть лучше Вот он пришел Было там Определенным образом После него стало Хоть чуть-чуть Но лучше Другое дело Что Когда человек местный Он наверное И должен задумываться Что будет С нашим городом С нашей областью Дальше Да Но и этого не происходит Вернее не всегда происходит Бывает ведь у нас так Ну на бытовом примере Когда люди Мусор кидают Прямо себе под окна Да Бывает И вот к сожалению В управлении В том числе городом Такое тоже бывает Поэтому я бы не стал Огульно критиковать Там Илья Вячеславовича За то что Он привлек команду Со стороны Дать конечно же Поработать людям Нужно Другое дело Что Илья Вячеславович Сам уже Довольно продолжительный Срок работает Полгода Да С официального С октября прошлого года Да Даже уже чуть больше Поэтому Вот те люди Которые Илья Вячеславовичу В помощь сейчас Придут Они должны начать Без раскачки Это уже очевидно Потому что Главе администрации Все равно результат Нужно будет показывать И показывать Довольно таки В скором времени Попытки ситуацию Изменить Видим Наверное Все жители города Видят Но от попыток Нужно перейти к результату Поэтому все ждем Надеемся Что новая команда Должна заработать И давать Еще раз Результат А вот Важно еще Знаете Услышать Допустим От руководителя Департамента Ведь да Инвестиций Зам Зам главы администрации По инвестициям Вот Важно Где там Та цель Которой Должен двигаться Указанный руководитель Чего должен добиться То есть Конкретные показатели Конечно Обязательно То есть Человек пришел В администрацию Он Занимает Должность Причем Должность Была Введена Вновь То есть У нас же Не было Замы по инвестициям Да Значит Нужно Нужно Привлечь Какие-то Инвестиции Обозначите Отрасли В которые Инвестиции Придут Обозначите Эффективность Вот этих Самых Вложений Может быть Не обязательно Финансовых То есть Инвестиции Должны Какой-то Результат Показать Когда Человек Презентует План Своей работы Мы Посмотрим С ним Допустим Согласимся Может быть Еще что-то Предложим Подскажем Будут Заданы Сроки Реализации По окончанию Срока Посмотрим Достигнут Или результаты Вот это Я рассматриваю Как эффективная Работа команды Нового Главы администрации А уже Даже и не нового Илья Вячеславович Работает давно Все к нему Привыкли Ждем Завершается У нас разговор И еще одна цитата Отказываться от борьбы С кировским бардаком Сказал я Вячеславович Не собираюсь Ну дальше Он снивелировал Конечно Что бардак есть В любом российском городе И главная Системная работа Вот так вот Да и очень хочется Чтобы по результатам Этой работы Все кировчане Свой город Полюбили еще больше Потому что Действительно Бардака у нас хватает И Бардак Вот как раз таки Это то Что нужно устранять Администрации Илья Вячеславович Виктор задал Абсолютно верно Спасибо Владимир Костин Вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Руководитель фракции ЛДПР До новых встреч До свидания Доброго дня Особое мнение На 101FM